здравствуйте дорогие друзья меня зовут антон хорин я музыкальный мастер мы находимся в моей музыкальной мастерской метро московская в санкт-петербурге сегодня попытаюсь показать вам два инструмента которые я закончил неделю назад уже но не было как-то душевных сил записать обзор инструменты обе семиструнные гитары выполнены на заказ обе уезжают к владельцам поэтому показывать их вообще никакого смысла нет потому что у них есть уже хозяева инструменты уже проданы но людям почему-то нравится что их инструменты демонстрируются на ютюбе мастер о них рассказывает ну что ж меня даже просят об этом я решил вот сделать такой короткий обзорчик тем более что но есть есть о чем о чем сказать да значит первый инструмент это моя любимая форма линьяни я ее называл раньше линьяни маленькая романтическая форма но она не маленькая на самом деле она большая длинная я ее сам нарисовал это такая компиляция из гитар до военных тридцатых годов ну и с таким легким привкусом романтичности 19 века получилось вот такая вот форма для большой мензуры 650 миллиметров я ее поначалу назвал линьяни но с хорошей подачи одного из клиентов заказчиков владельцев такой гитары он ее обозвал наталья николаевна в честь жены пушкина наталья николаевна гачарова и это название очень здорово легло ну она действительно наталья николаевна в и с тех пор значит эта модель у меня называется наталья николаевна форма по ширине романтическая по длине еще раз говорю большой она длинная это под мензуру 650 такая немножко осовремененная романтическая гитара это семиструнка вот это клён струйчатый тигровый такой с волной со струей как угодно назовите это семиструнка под нейлон в традиционной манере с широким грифом 54 66 66 под нейлон с перламутровой моей фирменной розеткой с окантовкой наборной с вот такой вот стилизованный под старину подставкой на пинах легкий радиус присутствует он контур нулевый обязательно ну в общем гриф на винте все как обычно полная отделка шеллак ручная полировка то есть это такой инструмент я бы сказал премиум класса обе обе они по наполнению очень очень такие хорошие дорогие и по материалам и прочему поэтому обе они примерно равнозначны да это под нейлон ну как всегда напоминаю играть я не умею но попытаюсь издать звуки тем более на 7 струнки эту гитару я должен был уже давно отправить но я решил на недельку задержать потому что может быть кто-то заинтересуется подъедет посмотреть послушать оценить может быть даже заказать следующий инструмент и 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 следующая. Типичный для моей мастерской. Постоянно заказываются. И это показательные инструменты. То есть это действительно одна из самых популярных форм в моей мастерской у заказчиков. Она нравится. Она попала в точку. Она красиво выглядит. И она неплохо звучит. По поводу игры на семиструнке. И уважаемый заказчик вот этого инструмента мне даже попытался прислать аккорды. Которые он сам оформил в виде листочка. Сфотографировал, прислал. Я очень признателен. Во-первых, мне физически некогда заниматься изучением и обучением самого себя. Всем этим аккордам. Ну, потому что физически некогда. Во-вторых, я заметил, что некоторые аккорды в его вариантах. Всякие там большие лесенки, малые и прочее имеют... То есть вот этот мизинец, он уходит в некоторых аккордах далеко. Так вот, я вам скажу, что по моим ощущениям, у меня немаленькая рука, но мензура 650 для этих аккордов это нереально. Мне нереально взять эти аккорды на мензуре 650. Почему многие музыканты, семиструнники, все-таки любят мензуру меньше? 620-630 лады поближе. И вот эти вот мизинцы все, да, вот это уходящие, да. И, конечно, ширина грифа даже на 54 мне широковато. Мне не взять две струны одним пальцем. Ну, это какое-то безумие, вам честно скажу. Поэтому я все-таки продолжаю поигрывать по Дмитрию Петрачкову, по его книжке, где такая техника более... Ну-ка. Вот, вот здесь вот выяснились. Сейчас. Ну, и все, да. То есть, вот, и мне тяжело, да. Дальше. Е, Е. Ешка. Ну, то есть, я как и не был. Как и не был. Так, не был никаким гитаристом на семи струнках, тем более, такая и остался. Ну, то есть, в рамках съемок видео, да, что-то наиграть, но это для меня это просто нереально. Вы уж извините, да. Можете присылать мне сколько угодно ноты прочего, но это без толку просто. Я не способен. Вот этим надо было заниматься с детства. Ну, в общем, вы, в общем-то, так. Просто, просто так. Вы можете даже... Хоп. Три. Ну, это единственное. Ну, так можете просто оценить звучание. Все равно просите. Хотя я всем говорю, что нет, нет и нет. Не буду играть. Ну, ладно. Второй инструмент – это Высоцкий. По поводу Шеликовского-Высоцкого. Очень много комментариев. Почитал я всякие форумы там про себя, да, про свою модель Высоцкого. Еще раз говорю. Это не идеальная форма. Это, ну, некая компиляция, да, некое мое виденье. Она не соответствует идеально. Идеальный прям один в один копии. У меня не было такой цели. Да, хотелось бы. Хотелось бы сделать. Но, как правильно подметил один товарищ мой, что ты сделал, Антон Юрьевич, более красивый вариант гитары Шеликовского. То есть ты ее немножко усовершенствовал и сделал симпатичную. Потому что, между нами говоря, тот инструмент, который был у Владимира Семеновича, который в музее Высоцкого, она уродская. Вы уж простите, она нелепая. Она такая вся сплюснутая, кривая и прочее. Да, у меня есть ее форма. У меня есть идеальная просто один в один и цулага и прочее. Но, вы уж простите, все-таки, да, ну, я мастер, да, то есть там моя этикетка. И мне бы хотелось, чтобы она выглядела посимпатичнее. Поэтому я все-таки делаю... И потом, опять же, не забываем, та гитара под чуть меньшую мензуру. А если заказывают под 650, то гитара должна быть чуть побольше. Вот это вот вариант как раз Шеликовский-Высоцкий. Вот, впервые за все эти годы я делаю ее из палисандра. Ни разу у меня еще не было инструмента из палисандра. Вот, с деревянной окантовкой. Деревянная здесь, деревянная здесь, наборная деревянная. Как у Шеликовского, все один в один. Гриф здесь из вяза. Ильм, вяз, карагач, одно и то же дерево. Из вяза, вязовый гриф. Накладка Эбент, бридж Эбент. Отделка тоже Шеллак полировочка. Ручную, все, Шеллак. То есть, это тоже инструмент экстра-класса по наполнению. Я уж не знаю, что еще можно сделать дороже. По просьбе клиента в грифе установлен анкерный винт. Вот здесь крышечка, там гаечка, чтобы гриф не гнуло. Ну и дорогущая механика, которую заказчик сам приобрел в мастер и прислал мне. В Москве есть мастер, который делает вот такие колки заказные. Тоже это супер-супер колки. 17 тысяч комплект стоит. Значит, особенность этой гитары в чем? В том, что она сделана под металлические струны и под пониженный строй. То есть, как известно, Владимир Семенович играл на пониженном строе, на два полутона ниже. Или там на сколько уже. Опять же тут начнутся сейчас комментарии. И поэтому я скажу так более дипломатично. На пониженном строе неизвестно на каком. Поэтому, чтобы играть на пониженном строе и гитара нормально звучала, струны нужны толстые. Вот здесь как раз с этим инструментом я вам расскажу, что, во-первых, семиструнники, играющие на металле. Еще даже Ваня Жук, будучи в России, сетовал, что нет, не подобрать хороших металлических струн. Для семиструнки они должны быть толще. То, что продается, тот же там господин музыкант и прочие, они слишком тонкие. Они тонкие, они болтаются. Даже в строе ре, в соль мажоре, там как он называется, они болтаются. Нужны толще струны. Не выпускают. Нет. А в пониженный строй надо еще толще струн. И я озадачился этим вопросом. Посмотрел толщины струн, которые делались раньше в Советском Союзе. Увидел, что они действительно толще. И стал к ним подбирать разные варианты. И вот на что я натолкнулся. Как раз сейчас вам такую идею скидываю. Я нашел эликсир для баритона. Бронза эликсир для баритона. Есть восьмиструнные комплекты. Есть шестиструнные комплекты. Значит, первая эта на вторую ставлю из него. 16, 22, 30, 47. Соответственно, пятую надо подобрать еще к нему комплект. Шестая отличная. Здесь 59. Она стала седьмой. 59. Вот она. Семидесятую, ну, шестую я выбросил. Пятая, 59, это вот седьмая здесь. Это то, что надо. 59 вы не найдете больше нигде. Вот она. Она отличная. Просто отличное мясо. То есть, соответственно, мне понадобилось найти пятую, которой здесь не было, и первую. Да, третья, которая здесь, 22. Она была здесь гладкая, соответственно, она сюда вставала гладкая. То есть, получалось первая, вторая, третья гладкие. Поэтому третью я тоже поменял 22 на 24-ю витую. Ну, то есть, здесь получилась компиляция и три струны из этого набора. Четыре. Четыре струны из этого набора. И три струны дополнительных. Первая, третья и пятая. Таким образом, здесь получился очень приличный толстенный комплект, который я даже сейчас побоюсь настраивать в ре. Он настраивается, но она, получается, напряжена прямо вот как настоящая семистру. А я ее настраиваю в до. И так же, я ее настраиваю. Ну, видите что. Играет музыка. Ну, неудобно. Ну, в общем, вот такой вот. Играет музыка. Вот, в общем-то, всё, что я вам хотел сказать. Показать. Такие инструменты. Так звучат, насколько это можно, конечно, услышать. Так что играйте на моих инструментах, заказывайте, подписывайтесь на канал, смотрите видео, комментируйте. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...